здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей на вторник 1 декабря да да 1 декабря новый год не за горами и можно будет снова загадывать счастье здоровье богатство у деда мороза кстати который является нашим спонсором до конца декабря и связаться вы с ним можете по ссылке в описании замминистра здравоохранения великобритании ответственный за вакцинацию от коронавируса надим захави считает что бары и рестораны страны в будущем могут начать не пускать тех у кого нет прививки от к вида об этом сообщает телеканал sky news захави указал что правительство рассматривает возможность выдачи специальных документов тем кто пройдет вакцинацию по его словам такая информация может быть зафиксирована в мобильном приложении которое уже используют в великобритании для отслеживания контактов я думаю сказал он что возможно рестораны бары кинотеатры и другие места например спортивные объекты будут также использовать эту систему британский минздрав планирует привлечь известных лиц для рекламы вакцины руководство национальной службы здравоохранения великобритании ищет знаменитостей с большой группой фанатов в социальных сетях список влиятельных людей британский минздрав уже начал составлять будет большая национальная кампания говорят инсайдеры службы здравоохранения мы ищем известных людей которых знает и любит аудитория социальных сетей это могут быть знаменитости которые очень разумны и сделали правильные вещи во время пандемии у минздрава пока что нет представления кого именно у удастся привлечь к рекламной кампании но если вдруг увидите меня рекламирующего вакцину знайте это photoshop владелец бара в нотингеме джеймс аспел подал заявку чтобы зарегистрировать свое заведение текила бар от 400 кроликов как церковь чтобы она оставалась открытым в условиях новых карантинных ограничений об этом сообщает daily mail аспел заявил что его бизнес является религией чтобы избежать закрытия из-за пандемии коронавируса аспел подал заявку на изменение регистрации заведения коктейльный бар 400 кроликов текилы и мецкаля на церковь 400 кроликов предлагаю прихожанам стать сторонниками кроликов и поклонникам праведных кроликов сказал он сдается мне что я скоро приму эту религию лидер шотландии пользуется очень широкой общественной поддержкой премьер-министр шотландии николай стерджин заявил об этом в понедельник она хочет быстро организовать второе референдум о независимости если ее партия победит на местных выборах в мае следующего года по ее словам в мае следующего года мы попросим шотландский народ поверить в то что мы и дальше будем строить лучшую страну сказала стержин на ежегодном конгрессе шотландской национальной партии я буду просить вашего и ничего другого одобрения чтобы референдум о независимости был организован быстро как только будет сформирован новый парламент добавила премьер-министр если вдруг вы стоите на грани выселения из-за неуплаты за квартиру то не беспокойтесь лондонских бездомных в честь рождества поселят в столичных отелях на две недели как сообщает газета sunday times им предоставят трехразовое питание с доставкой в номер а также медицинские услуги идея такого размещения принадлежит благотворительной организации кризис которая уже забронировала 517 номеров в четырех лондонских отелях гостиницы ради такого дела даже снизили цены на комнаты специально для будущих постояльцев волонтер организации сделал мобильное приложение через которое можно будет узнать когда в отель приедет врач для осмотра а также в этом приложении можно смотреть развлекательные передачи в том числе рождественские власти великобритании разрешили санта-клаусу не надевать маску во время рождественских праздников однако контактировать с детьми он не сможет об этом решении заявил премьер-министр соединенного королевства борис джонсон санта-клаус будет принимать меры безопасности но от него не будет требоваться ношение маски детям соответствии с правилами не будет позволено сидеть у него на коленях сказал политик детям разрешат посещать рождественские встречи санты для того чтобы получить подарок ну и как раз стоит напомнить про нашего спонсора деда мороза в лондоне с которым вы можете связаться на странице facebook.com slash uk дед мороз немного культурных новостей министр цифровых технологий культуры средств массовой информации и спорта как оказалось такой есть оливер дауден выступил с неожиданным заявлением в адрес американской платформы netflix которая с 2016 года транслирует бьющие рекорды популярности сериал корона о жизни виндзоров в разгар четвертого сезона в котором зрители следят в том числе за перепитиями личной жизни принца уэльского чарльза и дианы спенсер британский чиновник потребовал чтобы каждая серия сопровождалась специальным пояснением о том что все происходящее художественный вымысел об этом дауден заявил в интервью не секрет что этот сериал вызывает аллергию у членов монаршей семьи утечки об этом не раз попадали в прессу якобы особенно переживает и болезненно воспринимает сценарий старший сын и прямой наследник елизаветы второй есть опасения что из-за вольной интерпретации многих событий сценаристами его репутация может пострадать в окружении виндзоров называют этот фильм не иначе как пропагандой например когда включая эхо москвы я слышу пропаганду министр по вопросам жилищного строительства роберт дженрик в колонке для the daily telegraph объявил что по его решению магазины в великобритании смогут увеличить часы работы без бюрократических проволочек по словам дженрика после локдауна торговым улицам британских городов нужна будет поддержка и увеличение часов работы позволит не только принять больше покупателей но и снизить нагрузку на магазины и городской транспорт возможность увеличить время работы магазинов вплоть до круглосуточного режима сохранится у ритейлеров в течение декабря 2020 и января 2021 года по воскресеньям в соответствии с британскими правилами крупным магазинам по-прежнему придется работать не более шести часов в день а сейчас давайте вернемся к координационному совету о котором я вчера рассказал я уверен что это дело очень и очень неплохое но учитывая ваши комментарии я вижу что не все знают что это за координационный совет чем он занимается чем он может помочь простому русскоговорящему эмигранту проживающими в королевстве с одной стороны можно пойти и посмотреть в их facebook страничку с другой стороны можно с ними просто поговорить и спросить так что я предлагаю кому-нибудь из членов координационного совета приехать и дать мне интервью которое я опубликую в дополнение к новостям а в интервью я задам вопросы которые нас беспокоят и те которые вы напишите в комментариях к этому видео не стесняйтесь задавать вопросы координационному совету заодно не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик чтобы не пропустить необходимую информацию ну и напоследок немного мистики я недавно рассказывал о металлическом монументе который появился в американской пустыне так вот пару дней назад он исчез при этом бюро землепользования заявляет что не убирала монумент мы получили достоверное сообщение о том что незаконно установленная конструкция именуемая монолитом была удалена неизвестной стороной заявила председатель бюро кимберли финч уточнив что монолит убрали вечером 27 ноября корреспонденты отправились на место чтобы подтвердить отсутствие объекта но все что осталось от монолита это металлический треугольник который раньше был наверху конструкции и выемка в земле там где находится объект но как оказалось не успел я вам рассказать эту новость еще в прошлом выпуске как монолит появился теперь уже в румынии там обнаружили загадочный металлический монолит идентичный тому который недавно исчез из пустыни в сша монолит был замечен на холме батка до амней в городе пьятра нямц в северо-восточной части румынского уезда нямц 26 ноября блестящая треугольная структура имеет высоту около четырех метров 13 футов одна сторона обращена на гору чахлау которые местные жители называют святой горой власти заявили что владелец собственности до сих пор неизвестен но тот кто установил этот памятник должен был запросить разрешение в министерстве культуры страны а других новостей на сегодня нет увидимся с вами в следующем выпуске всего доброго в следующем выпуске